и всем привет дорогие друзья с вами по-прежнему я алексей и добро пожаловать на рубрику первый взгляд сегодня в рамках этой рубрики мы посмотрим на версию предназначенную для раннего доступа игры под названием cattle and crops собственно говоря заметил я такую тенденцию что сейчас крайне стали популярные симуляторы фермеров все студии ну студии новички которые в той или иной степени хотят завоевать аудиторию начинают делать симуляторы фермера и это безусловно хорошо потому что по моему лично сугубо по моему мнению фарминг симулятор всеми известный он уже немножечко стал знаете стал застаиваться что ли как-то нового контента там мало из-за версии версию меняются только название версии то есть как бы это не звучало странно но так она по сути она и есть первым что меня в этом году удивило это была игра династия фермеров очень кстати классная игрушка был у меня на канале первый взгляд про нее и также один стримчик мы там провели ну и собственно нарвался я на еще один симулятор фермы называется он как игре в начале видео catalan crops собственно ничем по идеологии не отличаются от остальных симуляторов фермера то есть нам дается ферма ну точнее выбирается карта сначала на которой вы будете играть затем на соответственно этой карте у нас есть на ферма поля техника все сопутствующие этому приспособы здания строения то есть по классике как бы жанра да ну это классический как бы уже сейчас принято говорите симулятор фермера то есть мы садим собираем покупаем животных кормим их продукты их так скажем жизнедеятельности мы тоже продаем если корову молоко там если свинина мясо и так далее зерна куда-то на элеватора отвозим в общем классический симулятор фермера но что меня здесь удивило здесь уже на старте будет поддержка модов то есть это будет у нас поддерживаться техника соответственно будут поддерживаться модовские карты на плюс ко всему здесь огромное количество лицензированной техники вот чего например стоит трактор mercedes benz на моей памяти на на первый симулятор фермера где есть лицензированный трактор mercedes это вообще нонсенс какой-то на плюс ко всему здесь довольно таки простой удобный интерфейс есть даже радио можно свое собственное вставлять от по аналогии к примеру как это было с это сам для этого мы просто заходим настройки переходим во вкладку радио и сюда вставляем ссылочку называемые как хотим добавляем мы слушаем свою на собственную онлайн радио станцию это тоже на самом деле обалденно если смотреть по настройкам гипплея здесь у нас есть несколько режимов физики то есть аркадная средняя и хардкорная у меня стоит на хардкоре то есть техника ну вроде что-то типа управляется как бы типа как реальная плюс ко всему мы с вами сами уже сможем поставить наполненность трафиком дорог пешехода минут несмотря на то что пешеходы у меня стоят на трех над над на трешку аж но почему-то нет у меня их вообще на улицах соответственно уровень повреждений также у меня стоит на полную полностью настраивается камера все настройки автомобиля здесь у нас настраиваются то есть такие как примеру ограничитель выключен у нас на хардкоре автоматическое соединение с оттачментами там селки всякие так далее то есть это все нужно грубо говоря прицеплять вручную ну действительно по настройкам все очень очень обширно и плюс ко всему в качестве ну так скажем приятного бонуса также у этой игры будет и мультиплеер в котором я надеюсь что такая же поддержка модов будет ну и плюс ко всему конечно же друзья красивейшая графика в принципе довольно таки неплохая оптимизация для раннего доступа но все равно пока рывки есть где-то пропадают тени где-то появляется что-то резко как примеру сейчас деревья но в целом довольно таки неплохо также есть домашние животные вот такая замечательная собачка я назвал ее собакин пусть будет не где-то там кошка еще бегает вон она то есть блин ну не только у нас есть животные которые скотина да но плюс ко всему даже есть такие вот интересные котейки давайте коротенько мы просто пробежимся по ферме есть кстати вида третьего лица вот так вот выглядит наш персонаж здесь у нас то что нам пригодится на задании . здесь у нас стоит коровы сейчас я вам покажу обалдеете от них смотрите на каких коровах вы еще увидите вот такие усы здесь видно усы у коровы пацаны но были ну где это еще есть пусть это сделано немножко кривовато но животным выглядят очень прикольно они все-таки анимированы них там шевелятся уши хвосты они что-то там жуют мычат начинают потом беситься бегать по этому загону если что-то не и что-то им не нравится блин это реально круто то есть не то что в фарминге они просто стоят какими-то объектами и больше ничего собственно говоря не делают есть велосипед ну кататься на нем к сожалению нельзя давайте мы наверное сядем на в трактор у нас здесь такое задание есть нам нужно сесть и кое-куда доехать по самому трактору ну как я понимаю вот этот весь интерфейс который сейчас нагроможден он именно для раннего доступа сделан чтобы можно было без каких-либо проблем проверять работоспособность той или иной функции наверняка вы заметили то что когда мы сели в трактор на ананас так скажем вытянулась рулевая колонка ее можно друзья регулировать в каком еще симуляторе вы сможете отрегулировать колонку об представляете это ну и но это вообще как как это сделали они я не знаю not в этом положении она у меня выпадает только вот так никого среднего здесь а насколько я понимаю нет положения от именно либо единичка либо 0 то есть not в таком вот варианте это все работает на также плюс ко всему у нас можно включить и дворники кстати дождя пока я здесь не увидел довольно таки давно уже в игру играю но погодных условий тут изменений я не заметил а также у нас блин да выключить то уже наконец они сейчас по-моему постоянно будут молотить на также здесь можно открывать двери но наверно для наглядности все-таки лучше камеру как-то снаружи поставить плюс ко всему у нас откидывается заднее окно это тоже просто нонсенс какой-то на самом-то деле у нас и фарминге вроде была себе вот симуляция вот этих открытий дверей нажатия кнопочек и так далее но настолько круто это реализовано там не было у нас открывается левая дверь также у нас открывается по нажатию клавиши правая дверь здесь у нас вот к сожалению на этом тракторе не открываются окна но на тракторе от mercedes у них окна они опускаются вверх вниз форточки это просто вообще вышка как они это сделали я не знаю на соответственно все сцепные устройства также они опускаются поднимаются все это делается крайне крайне просто плюс ко всему можно даже было сдвинуть люк то есть ну открыть вот эту крышку люка и соответственно потом у нас открывается сам люк блин это вообще достойно на самом деле и таких примеров здесь куча можно абсолютно в любых плоскостях регулировать зеркала соответственно как наружные так и внутренние насколько я понимаю тоже нас поддаются регулировки освещение включается все у нас полностью все рабочее все раздельно на или нас включается переднее освещение на буковку к задние это круто котейка куда-то побежал котейка ты смотри чтоб я тебя не задавил так ну что давайте отправимся по метке здесь у нас есть что-то типа такой навигации то есть практически да у нас вся панель приборов грубо говоря электронная ну по крайней мере там километраж обороты время у нас отображается и минут в таком эквиваленте так ну что поехали потихонечку поехали отлично проезжаем водитель у нас там сидит даже передачи переключает отчет не хватает этот как по мне это допустим навигатор вот вывести вот сюда где написано catalan crops чтобы допустим я отключил просто навигацию это у меня где-то здесь или возможно где-то здесь у меня была навигация так нам здесь надо выполнить левый поворот осторожно тут есть трафик нужно быть крайне аккуратным иногда подлагивает но в принципе это нормально пока что игра еще в разработке она там вроде на конец февраля планировалось но в принципе разработчики разрешили уже попробовать записать по ней какое-нибудь видео русский язык также здесь будет в скором времени добавлен то есть проблем именно с переводом на русский язык я думаю не возникнет и можно будет совершенно спокойно играть трафик здесь крайне простой да и собственно это у нас и не симулятор на движение по дорогам здесь все завязано на совершенно другом на полях кстати сказать давайте мы начало до съездим на задание это в принципе уже понимаю что здесь будет за задание нам нужно будет с вами поливалочку сейчас собрать тоже там есть несколько интересных моментов вот заднее зеркало видите да здесь она есть и вот кривовато она там отображается у нас вот в этом зеркале получается что типа как бы дорогу хватает но в то же время что-то здесь у нас не то так может быть может быть может быть просто закрыть нам это окно и чтобы у нас этих багов и недоработок не было видно опять же пока не работает вот эта тема с открытыми форточками с открытыми дверьми то есть не меняется звук непосредственно окружающей среды то есть как вы ехали допустим в тракторе с закрытыми дверями был у вас такой уровень громкости у ее ее и что-то меня куда-то вынесла был у вас определенный уровень громкости таким он и остался то есть не меняется ничего так нам нужно сейчас подцепить с вами вот этот замечательный трейлер и потом вот этот оттачмент поливал очку такое нам надо будет с вами зацепить трава приминается это уже хорошо вот в качестве подсказки нам подсказывают все-таки да вот графически куда нам нужно подъехать аккуратненько not еще бы водителя было круто если бы он руль рукой вращал эту руль вращается толку от этого никакого так нажимаем буковку q и в принципе все теперь нам нужно подцепить собственно этот аддон для этого нам надо трейлер подогнать задом уже в эту область трейлер довольно таки интересно у него тележка поворотная то есть случае чего нужно быть очень аккуратным потому что если не так что-то повернул то все его сразу моментально разворачивает и вы прилетаете так ну туда во внутрь мы не заедем вот она начинает двигаться просто опять же нажимаем муку и она у нас дает возможность нам зацепиться так сдаем еще назад аккуратненько теперь подъезжаем сюда теперь нам нужно собственно заправить эту емкость водой что для этого нужно внижаем красную область ну примерно да вот где горловина у нас есть нажимаем контур и нажимаем соответственно выбираем наш трейлер и нажимаем старт можем кстати выйти из трактора в это время и посмотреть как у нас это все дело заправляется то есть не просто каким-то странным что это у меня так релаксирует на месте башкой трясет то есть не каким-то там до странным образом у нас здесь заправляется вода куда-то там по воздуху шланги у нас идут ну да здесь конкретно вот шланг уходит в ту сторону и в принципе все хорошо видно как мы с вами заправляемся так ну что можем в принципе ехать шланг у нас отваливается сам едем мы с вами теперь уже в поля снизу слева над огромным достаточно спидометром у нас появилась полоска полосочка того насколько мы с вами заправлены мы поехали в поле здесь принципе недалеко поэтому склеек никаких и делов не буду одним дублем как я люблю одним кадром одним дублем всегда все записываю все обзоры все первые взгляды стараюсь склеек делать по минимуму единственное что конечно да пришлось мне здесь пару дней в эту игру поиграть чтобы ну хоть как-то более-менее освоиться понять что вам сказать что вам рассказать ну в принципе все основную информацию я уже выдал единственное что нам только осталось это проверить как себя ведет трактор на грунте ведет он себя поверьте очень интересно то есть здесь у нас поля они знаете имеют рельеф то есть не просто плоское какое-то ровное поле я сейчас не говорю про то что они там имеют какие-то изгибы а вот конкретно пахота вот вы же наверняка все видели поле перепаха на там всякие кочки я мы вот ну подобное да то есть нет у нас идеально ровного поля нигде и здесь это отработана проработана можно попытаться даже здесь на тракторе забуксовать но что самое интересное это вот систему именно поливания сейчас я вам постараюсь это продемонстрировать то есть у нас здесь скапливаются даже лужи то есть если вы где-то перелили либо долго постояли на включенной поливалке у вас собственно говоря все это дело начинает течь так у нас здесь где-то даже должен был быть ручник по-моему это да на пробел как раз таки так нажимаем буквочку буквочку отлично сейчас у нас все это дело раскинется разложится так а у нас сам занижается же по моему или нам надо еще раз нажать ну вот теперь он у нас опускается и соответственно на эту клавишу поднимается так ну давайте вперед проедем немного видите что происходит как он начинает мусковать пошел тяжело идет чувствуется что идет очень тяжело так ну примерно следующим образом это все выставляем опускаем и подаем воду вода пошла вроде бы вроде бы водичка должна была пойти да она у нас уходит но вот в то время когда мы стоим у нас ничего не меняется то есть видимо она рассчитана только на движение когда мы движемся тогда у нас вода и собственно говоря льется но да 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 вижу меняется текстурка отлично хорошо давайте попробуем постоять на месте походить побродить посмотреть на наш замечательный трактор ну здесь пока что да пока что здесь по сухому как-то все выглядит на самом деле но хочу вам сказать что на тестовой карте на тестовой карте на которой я катался до этого вот именно там такое поле все было кривое не вспаханная не выровненная вот именно надо блин смотри-ка с левой стороны залазить справа никак не пускает там прям конкретно у меня получалось на делать луж ну здесь что-то прямо очень так ну ка если повыше поднимем будет водичка уходить вроде бы уходит здесь значит это как-то более-менее правильно работает потому что ну реально у меня там просто были лужи на поле но даже это принципе можно посмотреть и на скриншотах официальных но радует то что от колея от смотрите раз мы оттормаживаемся давайте попробуем нужно как-то вперед-назад поездить она у нас становится глубже блин когда все-таки догадаются сделать симулятор фермера на именно движке того же спинтайрс ну-ка давайте попробуем на месте здесь поездить чтобы у нас образовалась что-то типа лужи какой не знаю мне интересно просто хочется вам показать потому что я это видела по факту здесь видео и это получается не отображу никоим образом но это реально блин есть там собираются лужи друзья но но блин здесь это не отображается но так не интересно ну вот хотя бы да вот небольшая такая у нас тут лужица получилось в этой яме да ладно друзья это в принципе все что я могу вам сейчас на данный момент времени показать в этой игре дальше к сожалению нельзя но вот хотя бы так в некоторых чертах я могу вам показать что это вообще такое что это за каталанд кропс да конечно игра пока что крайне сырая еще ее дорабатывать и дорабатывать на обновление выходят реально практически каждый день и я думаю что к релизу который планируется под конец февраля все уже будет более-менее нормально стабильно работать все уже будет более-менее оптимизировано и конечно же конечно же ждем мультиплеер моды уже сюда завезены то есть остается опять же только дождаться выхода специального загрузчика и можно здесь уже будет рассекать на белоруси как на мтз как на к 700 их ну как вы любите все дорогие друзья спасибо вам огромное за внимание не забывайте ставить лайк подписываться на канал обязательно пишите свое мнение касаемо данной игры как вы думаете будет она лучше будет ли она хуже фарминга хотя я знаю сейчас налетят такие закоренелые фанаты фарминга будут его всеми правдами и неправдами защищать но стоит признать то что действительно фарминг сейчас начинает сдавать позиции он в некоторых аспектах ну уже становится откровенно говоря хуже своих конкурентов видно что люди новые новые люди новые разработчики в этой сфере в этой отрасли симуляторов они развиваются и хотелось бы такой же наверно конкуренции для евро трака для америка контрак чтобы была какая-то какая-то альтернатива и скс все-таки зашевелились ладно дорогие друзья все огромное всем удачи и пока увидимся